Авиаспотинг В этот раз спотинг проводили в два дня. Сначала пригласили профессиональных фотографов, затем любителей и художников. Правда, программа была различная. Любителям разрешили снимать самолеты только днем и всего с двух мест. В то время как профессионалов водили на запасную взлетную полосу и к светосигнальным огням. А снимали они вплоть до заката. Не каждый день окажешься в аэропорту не в качестве пассажира, да еще почти свободно разрешат ходить мимо этих больших самолетов. И сегодня вблизи можно увидеть, как они взлетают, садятся, выпускают шасси. Все то, что обычно видишь из иллюминатора. Несмотря на дождь и холод, впечатления потрясающие. Кстати, авиаспотинг для любителей проводится не всегда. Но когда его объявляют, участвовать может каждый. Информация широко не афишируется. Отслеживать спотинги нужно самостоятельно на сайте аэропорта. В этот раз участники приехали из Магадана, Хабаровска и разных городов Приморья. Когда позвали два года назад, я не отказался от этого удовольствия и ничем не жалею. И буду ездить дальше. И будет и шестой раз, и десятый, и двадцатый. Сейчас ищу новые кадры, интересные ракурсы. Помимо авиаспотинга, в этот раз устроили и авиапленер. Самолеты вблизи пригласили рисовать художников. Во Владивостоке это еще в новинку. Авиапленер проводится у нас всего третий раз. Профессиональный художник Виталий Медведев впервые в нем участвует. Для художника, в общем-то, все хорошо. Любой пейзаж, наверное, портрет, натюрморт. Но вот в таком случае, когда вокруг полоса, самолеты, мне кажется, оригинальные, поэтому захотелось поучаствовать. Наиболее удачные снимки авиаспоттеров сотрудники аэропорта потом используют в своих целях, указывая авторство. Также они устраивают конкурсы на лучшую фотографию. Победителей награждают, и они становятся участниками золотого пула. Это значит, их приглашают на все мероприятия аэропорта. В этот раз конкурс проведут среди художников и, возможно, среди фотографов-любителей. Вообще, авиаспоттинги в России стали проводить с 2007 года. Не каждый аэропорт нашей страны может похвастаться таким мероприятием. Хотя Владивосток участвует в этой акции уже седьмой год. К слову, следующий споттинг ожидается в декабре или январе. Ирина Мокрецова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.